Всем привет! Сегодня 28 марта, сейчас 9 вечера и я после недели карантина сейчас выезжаю в новый рейс. Новые правила от Амазона. Поеду в рейс в это опасное время, но нужно спасать Америку, грузы доставлять нужно. Государственная почта плюс частные почты, такие как FedEx, UPS, Amazon. Я работаю на Amazon, мы возим амазоновские грузы, поэтому я буду продолжать работать. Все доставки на дом сейчас работают, все люди сидят дома и по магазинам стараются не ходить, стараются не выходить из дома совсем. Новые правила от компании Amazon. Раньше я работал в Тиме, сейчас все будут ездить по одному, потому что social distance, то есть дистанция между людьми 6 фит, по-русски это почти 2 метра, по 2 человека в траке уже ехать не могут. Так что, друзья мои, будем ездить по одному. Буду вам рассказывать, буду показывать, как выглядит Америка сейчас в этот период сложный. И надеюсь, что все будет хорошо, что все будут здоровы, буду дезинфицироваться, мыть руки, постараюсь максимум находиться в траке, никуда не выходить, только заправляться, если в туалет тоже нужно выйти. Так что, друзья мои, погнали, новая дальнобойная неделя. В связи с тем, что все Тимы, то есть все, кто работали с напарником, сейчас пересаживаются отдельно на траке по новым правилам Амазона, в связи с этим траков у нас в компании чуть-чуть не хватает. И вот сейчас, вот вы видите, это фредлайнер Каскедия 2019 года, это арендованный пэнский рентал трак. Вот видите, на двери написано, пэнский трак, рентал. Так что, первый раз я на этом траке, сейчас посмотрю, сделаю притрип инспекшн и поеду в Балтимор забирать свой первый трейлер. Это самая простая комплектация фредлайнера Каскедия. Ну ничего, трак не старый, так что можно ехать. Ставил здесь такой небольшой кулер, в рентованных траках холодильников и микроволновок нет, поэтому нужно что-то будет брать свое, как-то выходить из ситуации. Ну если у нас хозяин компании очень хороший, если вы просите, то он вам ставит. Вот мне поставил такой кулер, точнее заехал, купил новый, я сейчас его установил. Подъезжаю я к Балтимору за первым своим трейлером. Дали мне этот рентал трак, он весь напичкан сенсорами. Если рядом едут машины, он пищит, если ты не включил поворотник, он пищит. И если вдруг заезжаешь за линией, тоже могу вам показать прямо. О, слышите, если я за левую линию заехал, слева шумит. Если за правую, то шумит справа. Смотрите, что молодцы сделали на Амазонах. Поставили табличку, на которой написано, когда заезжаете на ворота, напишите свой телефонный номер, на их номер скиньте. Никто не выходит из трака, никто не выходит из их будки. Все четко, грамотно, по правилам. Как мы теперь работаем? Надеюсь, другие компании поучатся у Амазона тоже. То есть я подъезжаю к воротам склада. Никто не выходит, чтобы сделать чек-ин, чтобы зарегистрировать меня. Никто не выходит, чтобы дать мне документы. То есть я подъезжаю, написан номер телефона, по которому вы должны отправить свой номер телефона. То есть подъехал к складу, подъехал к воротам, отправил на номер, который у них указан, на их номер отправил месседж со своим номером телефона. Они тебе присылают, на каком месте стоит твой трейлер, ты подъезжаешь к этому трейлеру, забираешь его и уезжаешь. Чуть-чуть перехвалил я Амазон. Все-таки на выезде человек подходит, чтобы отсканировать твой телефон. То есть он подходит, ему на расстоянии вытянутой руки нужно дать отсканировать свое приложение в телефоне. То есть могли бы уже сделать это все, не подходя к машине. И бумаги все-таки дадут. Я думал никаких бумажек давать не будут уже в целях безопасности. Ну посмотрим. Мне сказали, что не будет даже бумажек. Но сейчас, видите, должны мне дать даже что-то. Короче, подписать бумаги не просят, но бумаги все-таки дают. Видите, проезжаем Толы. Сейчас Толы все проезжают, то есть никакого человека там не сидит. Даже где раньше были линии, где за кэш, эти линии сейчас не работают. Все только проезжают в целях безопасности. Все, друзья, трейлер свой я отдал, отцепил. И сейчас 9 утра. Мне написали прибыть назад за загруженным трейлером в 10.30 вечера. То есть у меня есть 13 часов отпуска. Я думаю, нормально, хороший график. Всю ночь я проехал, скинул трейлер и привез им трейлер на 13 часов раньше. И загруженный они мне дадут через 13 часов. Так что вернемся обратно. А сейчас поехали спать, отдыхать, все что угодно. Только нужно это делать в траке, чтобы не собирать заразу. Сейчас я вам хочу показать интересный момент. Почему нужно хоть чуть-чуть, но знать английский? Почему нужно читать знаки? Потому что вот на заправке тут люди паркуются. И вы всегда должны смотреть, если написано no trucks, No tractor trailer, no semi, semi это тоже значит трак и трейлер. No 18 wheeler, 18 колесные машины нельзя. Люди запарковались, видите, и уже их увозят. Уже приехал эвакуатор, чтобы траки оттуда убирать. Когда я подъезжал, он уже белый трак подцепил. Наверное, нашелся хозяин вовремя. Я по просьбе зрителей моего канала обещал поснимать цены на топливо сейчас в Америке. То есть нефть упала и цены подешевели очень сильно. Сейчас штат Kentucky. Обычный regular бензин, доллар 81, дизель 2.33. Проедусь по штатам, постараюсь везде поснимать. Он на разных заправках в разных штатах. И покажу вам, какие сейчас цены на топливо. Друзья, на моем канале не было рубрики «Готовим в траке», потому что я все время ездил с напарником, все время ездил в тиме. А сейчас я поехал один. Трак арендованный, поэтому мне мой босс купил кулер быстренько. И вот такую штуку, чтобы подогревать еду. Розеток для микроволновки и для нормального холодильника здесь вообще я не вижу. Вот этот замечательный сундучок. Сундучок, который подключается в гнездо прикуривателя. Лампочка горит, вот здесь видите. Покажу кулер. Вот он кулер. Тоже гнездо прикуривателя включен. И там можно хранить продукты одному человеку на неделю вполне достаточно. Блинчики со сгущеночкой. Ребрышки свиные с картошкой. Берем, друзья, свиные ребрышки с картошкой. Открываем нашу чудо-печку. Можете, вот. Накладываем. Вот, слышите шипит? Накладываем, нежавеем. Ребрышки с картошкой. У меня еще будут ближайшие, поэтому я не буду объедаться. Открываем чудо-агрегат. Шипит, слышите? Ребрышки с картошкой. Долго я вам ее не советую. Это просто крайнее решение. Если у вас вообще ничего не тратит, нет никакого варианта, как подрить еду, то можно приобрести такую штуку. Или вы видите на обычной электровой машине, куда-то путешествовать. Там вам вся для прикола повеселиться. Чтобы детям было интересно. Просто разогреть бутерброды. Разогреть бутерброды, выучить сделать. У меня вроде к сыром можно подогреть. Обнуление! Так, Тракстап Лавс, Вирджиния. 2.46 цена на дизель и 1.83 цена на бензин. Ну, на бензин дешево довольно, а дизель я бы не сказал, что прям дешево. Вот и прошла вторая рабочая ночь. По 600 миль, в принципе, за смену я проезжаю. Так что неплохо. Ну, и времени отдохнуть остается тоже. То есть спокойно 10-12 часов можно отдохнуть. Еду по ночам, а сплю днем. Ну, в плане поиска свободных Тракстапов это даже лучше. То есть сейчас утром мне как раз надо ехать поспать. Сейчас я нахожусь в Северной Каролине и еду в Южную. Говорят, карантины весовые не работают. Вирджиния работает, Мэриленд работает, Северная Каролина работает. Так что не верьте, если вы слышите, что весовые станции все закрыты. Можно ехать как угодно. Цены на топливо. Сейчас справа была заправка Speedco. Это еще Северная Каролина, Норс Крирлайна. 2.53 дизель и 1.67 бензин. Дизель не дешевеет. 2.50 это, в принципе, нормальная цена, но не супер дешевая. А бензин 1.67, это вообще почти даром уже. 1.67. У нас в Пенсильвании 2.67, это нормальная цена была всегда. Так, Pilot. Я вижу Pilot Exit 152. 1.59. Видите справа вывеска? 1.59. 1.69, будем считать. 1.60 за галлон бензина. Вот так выглядит водитель, который работает на компанию Amazon. Мы обязаны носить Safety West, светоотражающий жилет. Жилет безопасности. Могу вам сказать, что в Южных Штатах уже здесь такого нет, что в масках, что нельзя выходить из трака. В Южных Штатах как будто ничего не произошло. Они, видимо, не борются или не боятся, или здесь настолько мало случаев, что здесь все спокойно и все практически в обычном режиме. Как работали раньше, так люди и работают. Ну, единственное, что соблюдают дистанцию, не подходят друг к другу ближе, чем на 2 метра. Так что я... Расскажите мне, пожалуйста, где закрытые вейстейшены, где отсутствие дорожных работ во время карантина, где люди, которые сидят по домам, поэтому нет машин. Расскажите мне, где это все? Расскажите мне, где я вам рассказывал про организацию, которая называется «Рука помощи». Это благотворительная организация, которая раздает продукты. Так вот, эта организация сейчас, волонтеры этой организации сейчас, значит, в масках и в перчатках развозят продукты по домам престарелых, оставляют их под дверью, чтобы никто никуда не выходил. И не подвергался риску. Ну вот, посмотрите, друзья, это или закон подлости, или действительно нужно переезжать в другой штат. Я еду сегодня последнюю смену, в конце смены я доеду сегодня домой. То есть я сейчас в Вирджинии, потом я уже приеду в родную Пенсильванию, потом еще мне нужно пустой трейлер отвезти в Балтимор, и все. И в конце своей смены я приеду домой. Я ездил по Кентаке, Теннесси, Южная Каролина, Северная Каролина. Я ходил в футболки абсолютно спокойно. Вот я еду домой, все, льет дождь. Я сейчас на улицу вышел, мне в кофте холодно. То есть я оделся в куртке, одел кепочку, в куртке, чуть ли не в шапке. И вот так всегда, едешь домой, здесь в Пенсильвании постоянно то дождь, то снег, то еще что-то. Честно говоря, зима в этом году была теплая, и снег падал пару раз всего и не лег ни разу. Но вот такая вот погода, что едешь домой, весь рейс было солнышко, а как ты приближаешься к дому, так дождь льет. Такая вот погода, это постоянно. Я не знаю, мне уже хочется, честно говоря, переехать во Флориду. Конечно, хотя я слышу от людей, которые живут во Флориде периодически, что им очень даже в кайф приехать в погоду, где все четыре сезона меняются более-менее адекватно, чтобы была и осень, и весна. Я могу сказать, что осень в моей Пенсильвании, родной, прекрасная. Весны нету просто, потому что всю зиму вот такая погода, как бы снега нет. И то дождик, то солнышко, то слякоть, то пасмурно. Вот такая погода всю зиму в Пенсильвании. То есть она такая непонятная, как бы остается типа осени. И потом, после этого, сразу, когда солнце выходит, наступает лето. То есть все начинает расти, цвести. И ощущения такого весны нет. Ну, я уже вам об этом говорил, но сильно жаловаться не буду. Это просто я, наверное, давно не месил грязь у себя на родине. Толик, привет! Понятно, да, слышу, что ситуация в России не очень. И, в частности, меня насторожил один факт, что один друг мне написал. Он говорит, что у них на работе в один день слегло, как бы с простудой, 15 человек. Это в Омске у нас, в родном моем Омске. Он работает в страховой компании. 15 человек в один день, говорит, не вышло на работу. И один из них только обратился, чтобы происследоваться. И что ты думаешь, ему сказали? Ему сказали, что ближайшая лаборатория, где они могут сделать тест в Новосибирске. То есть 700 километров от Омска. Поэтому то, что ситуация в России, как бы немного случаев. Мне кажется, тут еще есть проблема в том, что просто не исследуют людей. Люди просто не обследуются. В Вашингтоне сейчас сезон Сакуры. Очень красиво. Ну, а я, как обычно, как еду в сторону дома, так погода начинает портить. Карантин продлен в США до 30 апреля. Еще на месяц. Сегодня 31 марта. Могу сказать, что на дорогах ситуация, естественно, полегче. Машин поменьше, но все равно все куда-то едут. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. 81 дорога, Вирджиния. Заправка ШИФС, 273-й экзит. Обычный бензин, 1.79. Дизель, 1.95. 1.96. Естественно, с такими ценами очередь огромная. Сколько здесь заправочных линий? Линии 12, наверное. И все равно очередь траков. 1.95.9. Стоит дизельное топливо. Я привык, что у нас в Пенсильвании 3.50 за галлон стоит дизельное топливо. 3.50 в Пенсильвании. А здесь 1.99. Вы представляете, какой дешевый дизель? 111 галлонов за 218 долларов. Нормально? А вы видите цену? А теперь цены на топливо в Пенсильвании. Смотрите, бензин 2.15, дизель 2.89. Следующая заправка дизель 2.77. Вы помните, час назад я заправился за 1.99. Здесь уже 2.77, почти на доллар больше. Вернулся из рейса, пришел в себя и хочу рассказать вам, что со мной приключилось. Я уже от многих людей слышал такие происшествия, что люди забывают ключи в траке, не имеют второго набора ключей и трак закрывается. Двери блокируются и человек не может попасть в трак. Причем ситуации бывают абсолютно разные. Можно попасть где-то на тракстапе, где есть вариант обратиться к кому-то за помощью. А бывает такое, что и телефон в траке остался, и вокруг какая-нибудь рестерия нелюдная или вообще, не дай бог, в чистом поле где-то остановился в туалет выбежать или еще куда-то. И все. И вокруг никого нет. То есть ситуации были разные, я от разных людей слышал много рассказов. Причем вот буквально 2 недели назад я ездил с напарником в рейс, и он мне рассказывал такие случаи, что у него такой случай был. Я в этом рейсе поехал на арендованном траке, арендованный трак фирмы Penske. И естественно там один комплект ключей, никто мне второго комплекта не давал. На улице было холодно, я трак не заглушил, я как раз завел наоборот, чтобы он прогрелся, чтобы мне уже ехать, начинать свой рабочий день. Побежал в туалет, подбегаю, раз-раз дергаю ручку, дверь закрыта. Обхожу с другой стороны, дергаю пассажирскую дверь, дверь закрыта. И тут появляется у меня огромная радость, потому что у меня есть привычка еще с легковых машин, когда я выхожу, и если я оставляю ключи в замке, я чуть-чуть приоткрываю стекла. История закончилась не так, как вы ожидали, все прошло гораздо легче, проще, но я хочу в любом случае этим поделиться, потому что хочу людей предостереть. Все, друзья, я вернулся в родную деревню, вышел прогуляться с дочкой, подышать воздухом. Смотрите, это люди уже к Пасхе готовятся, то есть здесь Пасха, Истор, это основной символ, это пасхальный кролик. Красиво. Вот местные рехаберы отремонтировали два дома, прям купили два участка рядом с двумя домами. Отремонтировали два дома, скоро эти дома, я думаю, появятся на продаже, на ЗИЛу. Почататься с другими людьми лучше и поостеречься, но своей семьей поразмяться, позаниматься спортом в принципе можно. Кошмар, убийство на глазах у ветеринара произошло. Ястреб убил Робина, маленькую оранжевую птичку. Творится средь билотня. Жесть. Вон он кружит, хищник, добычу высматривает. Буду для вас монтировать видео и выкладывать. Всех люблю. Ставьте лайки, делайте репосты, если вам это интересно и вам это нравится. С вами был Валера и видеоблог сибирского парня из США. Не болейте, заботитесь друг о друге. Завтра поеду в следующий рейс, буду вам рассказывать дальше. Пока.